МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы сделали правильный выбор на своем пути. В эфире Юргана информационно-развлекательный проект Студия 11. Впереди много интересного. Заглянем в будущее. Господин холестерин. Зачем он нужен нашему организму? 80% холестерина синтезируется в печени. И лишь 20% мы получаем с едой в продуктах животного происхождения. Пофинтим. Урок игры от профессионального футболиста. При игре на столба принимаем мяч под подошву. И ставим корпус в защитнику, чтобы он не подобрался к мячу. Кожаная гладь. Избавляемся от ненужной растительности. Складывается впечатление, что это очень болезненная, неприятная процедура. Но отнюдь. Это не так. Итак, начинаем. И сейчас поговорим о криминальном аспекте некоторых продуктов питания. Именно так периодически в наших тарелках оказываются продукты-воры. Мы расскажем о четырех продуктах, которые крадут нашу энергию. Первый из них – красное мясо. Говядина, баранина, жирные сорта свинины. На переваривание любого из этих видов мяса потребуется гораздо больше энергии, чем, например, на кусок рыбы. Вдобавок в них содержится триптофан – аминокислота, вызывающая сонливость. Особенно если съесть мясо на голодный желудок. Далее в нашем списке картофель. В нем много крахмала, который затормаживает пищеварение и резко поднимает уровень сахара в крови. На то, чтобы преобразовать сложный крахмал в простой сахар, у организма уйдет уйма энергии, которую вполне можно было бы потратить на более важные дела. Следующий – рецидивист – алкоголь. Не замечали усталости после пары стаканов вина? Дело в том, что алкоголь замедляет работу нервной системы. И какое-то время спустя мы чувствуем себя опустошенными и обессиленными. А еще он способствует бессоннице, так что хорошо отдохнуть для восполнения потерянной энергии тоже не получится. И, наконец, сладости. К примеру, конфеты. Обманывают мозг точно так же, как чашка кофе, сначала придавая ощущение бодрости, а затем забирая всю нашу энергию без остатка. Кондитерские изделия поднимают уровень сахара в крови, в результате чего организм выделяет инсулин. Когда количество глюкозы возвращается к прежней отметке, мы чувствуем себя совершенно обессиленными. Один из способов поддержания глюкозы на постоянном уровне – заменить сладкое продуктами, которые позволяют организму медленно накапливать сахар. Например, фруктами и хлебом из цельнозерновой муки. Только учтите, любой другой хлеб богат углеводами, а значит, действует по той же схеме, что и кондитерские изделия. Дает ощущение подъема, но приводит к усталости. Движемся далее. Уровень холестерина в крови – это важный показатель здоровья. Холестерин есть в каждом органе, в каждой клеточной мембране и в мышцах. О том, чем полезен он и как может навредить, нам расскажет Сергей Попов – врач, эрудит и популярный блогер. И с этого сюжета мы начинаем цикл, посвященный нашему здоровью. Советы доктора Попова. Недавно стал свидетелем в магазине схватки между мужем и женой относительно 30-ти штучной упаковки яиц. «Оставь этот холестерин», – говорила она. Но он с каменным лицом понес их на кассу и был прав. Многие люди опасаются, что при регулярном употреблении яиц повышается уровень холестерина. Однако, если не употреблять яйца в огромных количествах, содержащийся в них холестерин практически полностью прирабатывается печенью. Кроме того, в яйцах присутствует лецитин. Это вещество противостоит образованию холестериновых отложений, а заодно усиливает мозговую деятельность человека, существенно улучшая память. Таким образом, спор супругов не имел смысла. Сейчас отношение к холестерину, содержащемуся в продуктах, изменилось. Собственно, как и отношение к холестерину вообще. Американцы, подсевши на бесхолестериновую диету, стали самой тучной нацией. Уровень сердечно-сосудистых заболеваний у них один из самых высоких в мире. А уж сколько болезней Альцгеймера! Природа учла нашу тягу к экспериментам над собой в виде тысяч ограничительных диет. 80% холестерина синтезируется в печени. И лишь 20% мы получаем с едой в продуктах животного происхождения. Тем, кто спит и видит, как оградить себя от спорного вещества, бесполезно полностью отказываться от животной пищи. Рано или поздно все вернется к прежним показателям. Участие людей, 100% растительное меню, может спровоцировать избыточное продуцирование родного холестерина. Таким образом, организм бьет тревогу и начинает срочно запасаться тем, чего его лишают. Недостаток холестерина может обернуться для женщин дефицитом эстрогенов, а для мужчин – снижением уровня тестостерона. У первых возможно нарушение менструального цикла, вплоть до бесплодия, для вторых – истощение мужской силы. Недостаток холестерина способен привести к появлению ранних морщин, но особенно опасен его пониженный уровень для детей. Это может стать причиной замедления роста и развития. Диетологи не рекомендуют обращать малышей в строгое вегетарианство и лишать их продуктов животного происхождения. В прошлом столетии в некоторых странах у всех детей принудительно удаляли аппендикс во избежание возникновения аппендицита в будущем. Лишь недавно обнаружили, что аппендикс – это вовсе не рудимент. Он играет важную роль в иммунной системе человека, являясь своеобразным убежищем для микроорганизмов. Когда в кишечнике вследствие болезни погибает естественная флора, именно из аппендикса приходит подкрепление. Самой продолжительной в истории была операция по удалению кисты яичника. Она длилась 96 часов. После операции вес пациентки упал с 280 до 140 кг. 74-летний житель Австралии Джеймс Харрисон сдавал кровь около тысячи раз. В его редкой группе крови содержатся антитела, помогающие выжить новорожденным с тяжелой формой анемии. По приблизительным подсчетам, благодаря его донорству удалось спасти более 2 миллионов младенцев. На сегодня это все. Ищите меня в социальных сетях под хэштегом «Доксерс». Задавайте вопросы, прилагайте темы. Счастливо! Вчера стартовал чемпионат мира по футболу. Все мы следили за игрой нашей сборной. Будем болеть за нее и дальше. И для тех, кто увлекается этим видом спорта, особенно юных телезрителей, возможно, пригодится небольшой видеоурок. Смотрите, запоминайте и пользуйтесь этим приемом в игре. Добрый день! Сегодня я вам покажу такой элемент в футболе, как игра на столба. При игре на столба принимаем мяч под подошву и ставим корпус в защитнику, чтобы он не подобрался к мячу. И выбираем в любую сторону мяч и угрожаем воротам. Тренируйтесь и любите футбол. Тимирин, а ты знаешь, что такое сахарная эпиляция? Здесь, видимо, подразумевается участие сахара в определенной косметологической процедуре. Ты прав. Это одна из древних косметологических процедур. Родиной такой эпиляции, иначе говоря, шугаринга, считается Древний Египет. А в Древней Персии шугаринг был достаточно популярен, так как иметь на теле волосы считалось неприличным. Поэтому одно из названий процедуры – персидская эпиляция. В современном мире эпиляция стала достаточно популярной процедурой с середины 80-х годов прошлого века. Более подробно о шугаринге прямо сейчас. Процедура шугаринга – это удаление нежелательных волос при помощи сахарной пасты. У очень многих людей складывается впечатление, что это очень болезненная, неприятная процедура, но отнюдь – это не так. Процедура шугаринга лично для меня – это искусство. В него я вкладываю всю свою любовь и душу. Практически на любых. Начиная с лица – у девушек, у мужчин есть нежелательные волосы. На подмышечных фазах – живот, спина, ножки. Интимные зоны. На любых зонах. Преимущество шугаринга в том, что это на данный момент самая безопасная процедура по удалению волос. Вы не можете порезаться, вы не можете обжечься. Исключены риски аллергических реакций, так как качественная паста, она используется и 100% натурально на сырьях. Вы исключите возможности травмирования кожи. То есть это самый безопасный способ. Это во-первых. Во-вторых, эта процедура очень доступна. По цене достаточно широкому спектру, широкому количеству людей она доступна. Минимальное количество неприятных ощущений, в отличие от других процедур. То есть воск, он гораздо болезненнее, например. Бритва, она может повредить кожу. Некоторые испытывают раздражение, боль, жжение после того, как они побреются. А после процедуры шугаринга вы наслаждаетесь мягкой кожей. Конечно, сырье, которое используется при производстве пасты, а паста должна быть только профессионально, играет огромную роль. От этого зависит ощущение, которое испытывает клиент. Ведь самое главное, чтобы клиенту было комфортно. Мастер, который испытывает удовольствие, нанося мягкую пасту и не испытывая в конце дня усталости. Это просто наслаждение. Работать мягкой пастой, поэтому мы должны выбирать только профессиональную пасту, только хорошего качества. Ни в коем случае не покупать подделки, самоварки и не варить пасту дома. Это очень актуальный вопрос. Конечно, мы не будем забывать о том, что у каждого человека свой болевой порог. Но для того, чтобы снизить неприятные ощущения, не будем говорить слово боль, неприятные ощущения, для женщин есть такой маленький секретик, это прийти в определенный день цикла. Какой это день, вам скажет мастер на консультации. Второй способ, вы можете обезболить зону, абсолютно убрав чувствительность, это использовать крем, который используется на основе лидокаина. Вы замораживаете кожу и просто процедура происходит для вас абсолютно безболезненно. Самое главное, не нужно забывать о том, что приходить на процедуру нужно в хорошем настроении, не голодными и оставить все печали, заботы за кабинетом. Тогда все будет комфортно, минимум более-менее комфортных ощущений для вас. Да, несомненно, к процедуре шугаринга нужно готовиться. Нужно отрасти длину примерно 5 мм, это 10-14 дней после бритвы. За сутки до процедуры вы можете воспользоваться только мягким скрабом, и в день самой процедуры вы не должны наносить никаких кремов, лосьонов и масел. Это затруднит работу мастера. В принципе, это все. Конечно, опять же, все индивидуально, но процедуру необходимо повторять через 3-4 недели. Достаточно длительный период. В начале, когда вы только приходите на саму процедуру, когда вы пробуете ее первый раз, конечно, у вас пройдет, может быть, минимальное количество, это 2 недели перед следующей второй процедурой. Но затем, по мере того, как вы часто будете делать процедуру шугаринга, вы будете приходить раз в полтора месяца, раз в два месяца. Потому что волоски со временем становятся более тонкими, более слабыми, они реже растут. Поэтому не переживайте, часто вам ходить сюда не придется. Люди в белом. Кто и как лечит наших детей? Если бы мне предложили с кем выбрать между взрослыми и детьми, я бы, наверное, все-таки выбрала ее работать с детками. Полярная ночь в театре. Как это было? Премьера уникального проекта «Ночь в театре», где зрители смогут узнать все тайны, закулисья и тонкости актерской работы. А теперь полистаем страницы инета. Начнем с очередной новинки из мира современной моды – джинсы с сеточкой сбоку. Стоит данный шедевр, который, кстати, не предусматривает ношение нижнего белья, аж 590 долларов. Как вам? Далее о спорте, точнее о единоборствах. Так ими, как оказывается, можно заниматься в любом возрасте. «Батя pit�овый serец!» «От lecturer!» «От tetания!» «Отто!» «От прямо, прямо!» « exploit!» Как порой разнятся вкусовые предпочтения людей? Кто-то любит острое, кто-то соленое. Одни жизнь себе не представляют без какого-то определенного продукта, а другие все ядны. И наши домашние питомцы в этом плане тоже порой удивляют. Продолжим тему домашних питомцев. Жительница Японии Ри Мацуи вот уже три года каждый день наряжает своего кота по кличке Мара к ужину в различные оригинальные наряды. Ри ведет аккаунт своего кота в социальной сети Instagram, куда уже подписано свыше 120 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В это воскресенье будет отмечаться День медицинского работника. И мы поздравляем всех, кто носит белые халаты и давал клятву Гиппократа. Мы поздравляем всех, кто помогает врачам в их работе. Медсестер, санитарок, водителей скорой помощи. Мы желаем вам здоровья и всего самого лучшего. В студии 11 мы регулярно рассказываем о работе врачей нашей республики. О тех, кто пришел в профессию не случайно, кто искренне переживает за своих пациентов, особенно маленьких. Одна из таких Ольга Иванова – детский врач-стоматолог. Приоритет выбранной профессии состоялся уже достаточно давно. В силу того, что у знакомых, у родственников, у близких людей были проблемы с зубами. От этого они, конечно, немножко и страдали, и переживали. Иногда приходилось даже закрывать рот улыбкой, чтобы не видно было. И, в общем-то, хотелось в то время им помочь, чтобы жизнь их была более качественная, чтобы привыкли они к более комфортным условиям, чтобы они всегда улыбались, всегда были веселые, и зубная боль никогда их не посещала. И, в общем-то, с этой мыслью, что именно хочу быть стоматологом, и как бы так вот пронесла в течение всего этого времени. Поэтому, наверное, поступила в медицинский институт. Это была девочка, годика четыре, со осложненным кариесом была, то есть после мышчика уже. Она сидела, села в кресло, очень сильно переживала. Я тоже не меньше, как вот сейчас, волнуюсь, примерно точно так же. Потом я искала, говорю, ты знаешь, говорю, я сегодня, у меня первый рабочий день. Я говорю, я очень волнуюсь. И ты, говорю, тоже сильно так волнуешься. Давай, говорю, возьмем себя друг другу, друг друга за руки возьмем, чтобы тебе успокоиться и мне успокоиться. И потом как-то так вот с уговорами, и более-менее как-то так вот мы полечились, и вот даже помню, как ее звали Юля. Фамилию, правда, не помню уже. Со взрослыми, как бы, конечно, там есть свои особенности, но вот в силу того, что вот уже больше 20 лет работаю с детьми, конечно, на сегодняшний день, если бы мне предложили с кем выбрать между взрослыми и детьми, я бы, наверное, все-таки выбрала ее работать с детками. Вот, во-первых, потому что, как бы, ну, детки – это искренние детки. Каждый ребенок, пускай хоть и маленький, но это личность. Вот, и поэтому, как бы, конечно, наша задача – раскрыть вот эту личность, подвести к тому, чтобы детки приходили к нам, ставились в кресло и не боялись. Я всегда говорю родителям и советую, приходите к нам почаще, пораньше вернее. То есть, как бы, не бойтесь нас, допустим, вот прорезались, допустим, вот уже после года, до двух лет, придет ребенок, нас смотрит, посмотрим. Все хорошо, вам хорошо и ребенку хорошо. Если какие-то есть что-то, какие-то замечания, мы тут же проводим беседу. Отправляем гигиенисту на чистку, там, нафторирование. То есть, в зависимости от того, что необходимо, прежде всего, ребенку. То есть, вот именно, чем раньше ребенок будет ходить, знакомиться с нашей обстановкой, с внешним видом, то есть, это, как бы, залог большого успеха в будущем. Я, например, считаю, что врач-стоматолог, особенно детский, это должно быть хорошее настроение, позитив. Потому что, вот, к таким деткам с плохим настроением, с какой-то, со своей тревогой или с печалью, конечно, это, не сможешь, результаты никакого практически не будет. Поэтому, конечно, надо всегда иметь хорошее настроение и доброе отношение к детям. Да, очень. Я ни один день не пожалела с тем, что я работаю, вот именно, что с детьми. Потому что, когда детки лечатся у нас, и уходит их улыбка, и хорошее настроение, это для нас очень большой плюс. Хочу сказать мамочкам, пожелать, чтобы не боялись, приходили к нам. У нас большой дружный коллектив детского отделения Республиканской стоматологической поликлиники. Мы поможем, разрешим все проблемы и все страхи детей, и дадим квалифицированную помощь. Так что приходите к нам почаще. Мы всегда рады. В начале июня в Академическом театре драмы имени Виктора Савина прошла ночь в театре. Мы о ней рассказывали и показывали самые яркие моменты. Воркутинские театралы решили не отставать от столичных. Как прошла первая заполярная ночь в театре, узнаем прямо сейчас. Где же еще провести летний вечер в Академическом театре? Ну, конечно же, в театре, потому что именно здесь состоится премьера уникального проекта «Ночь в театре», где зрители смогут узнать все тайны, закулисья и тонкости актерской работы. Ну что, может быть, чаю? Чтобы узнать, куда мы пойдем дальше, мы отправляемся в сцену, в зал. «Ночь в театре» Скажи, пожалуйста, почему ты согласилась участвовать в этом мероприятии? Да, вам не зато исключительно такие вопросы, но театральный секрет открою. Это все для театра и для практики, чтобы в будущем все тонкости театра использовать и применять. Я считаю, мне это пригодится. После сезона можно и в зал. День будет что-то очень интересное, и нам не понравится. Итак, четыре режиссера, новая труппа, и, конечно же, премьера. Да, и вы не думайте, что вам сегодня придется просто посидеть и посмотреть. Вы будете активными участниками, собственно, вы и будете этими самыми бутафорами, костюмерами, и, самое главное, актерами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С выступлением каждый трупп и понимаешь, какие талантливые у нас все такие зрители. Сегодня можно играть в спектакль без декораций, без текста, без света, без звука, Без бутафории и реквизитов Единственное, без кого невозможно взглядать Это без вас, без зрителей Только как же я с вами останусь Но и зритель, и я на плиту Только как же я с вами останусь Но и зритель, и я на плиту Ночь в театре подошла к концу Было очень здорово, а главное атмосферно Люди, приходите в театр На этом мы говорим пока И напоминаем, что Юрган теперь есть в спутниковом телевидении Триколор ТВ Расскажите друзьям и близким Ярких вам выходных И до встречи в студии 11